Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ вы смотрите программу сегодня в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Буквально два дня назад в стране состоялось важное политическое событие – выборы депутатов Мажелиса, парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней. Естественно, что каждый гражданин своей страны и настоящий патриот проявил свою гражданскую активность и выразил свою к этому явную гражданскую позицию, придя на избирательные участки и отдав свой голос за того или иного кандидата. Однако мало кто знает, что самим выбором предшествует большая подготовительная работа, которую мы с вами зачастую не видим. И с тем, чтобы узнать, какая проводилась работа для того, чтобы выборы прошли, как говорится, без задоринки, мы пригласили председателя Алматинской областной избирательной комиссии Тимура Ермековича Даутова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Тимур Ермекович, вот какая работа предшествовала выборной кампании? Антон, данная работа проводилась с самого начала года. Это очень большая работа, она начинается с обучения. Самым важным элементом электральной кампании является обучение членов избирательных комиссий всех уровней. Эту работу мы проводили с самого начала года. То есть она двумя методами проводилась. Первый метод это каскадный метод обучения, то есть центральная избирательная комиссия обучает областные избирательные комиссии, областные избирательные комиссии обучают районные избирательные комиссии, районные избирательные комиссии обучают дальше участковые комиссии. У нас, как вы знаете, область, самый большой регион в стране, только численность членов комиссии составляет 7 646 человек. Это такую армию, всех надо обучить. Обучение для чего? Чтобы минимизировать какие-либо нарушения в день выборов. Поэтому мы ставили упор с самого начала года. Ну и, конечно, уже ближе к выборам мы начали уже точечно, конкретно, что надо делать в день выборов, при какой ситуации, как надо реагировать и так далее. Далее у нас подготовка заключается в том, что участковые комиссии, они приступают к работе за месяц, до дня голосования. Важным элементом является оснащение помещения для голосования. И выбор дислокации их. Да. Оно не должно быть на втором этаже. Есть тоже условия. То есть здесь должны соблюдаться условия для голосования лиц с ограниченными возможностями. На каждом избирательном участке должна быть специальная кабина, чтобы инвалид-колясочник мог заехать туда. Что должно быть на избирательном участке? Это определено инструкцией по оснащению, утвержденной центральной избирательной комиссией. Это вроде бы кажется элементарно. Там кабины, столы, сейф, стулья и так далее. Там специальные стенды с необходимой информацией, вся полиграфическая продукция. Участковые комиссии должны обязательно оповестить избирателей о дне и месте голосования. Для этого они раздают пригласительные. Они уточняют в день голосования, кто будет голосовать на дому. Потому что избиратель, если не может прийти на избирательный участок по составе здоровья, в законе конкретные причины указаны, он может написать заявление, и участковая комиссия выйдет к нему домой, чтобы он мог воспользоваться своим конституционным правом. Вот мы поэтому вот эти вот моменты, мало того, еще коррективы внесла, как вы знаете, пандемия. То есть здесь каждый избирательный участок должен быть, мы максимально постарались защитить членов своих комиссий от заражений. То есть поставили правильно дежурство, чтобы они все вместе не находились по один, по два человека, чтобы дежурили на избирательном участке. То есть если, допустим, человек заболеет, чтобы не было возможности контакта, чтобы он мог другого заразить и так далее. Все члены комиссии перед выборами прошли ПЦР-тест. К сожалению, среди членов комиссии у шести человек у нас было выявлено данное заболевание. Данное заболевание, да. Сколько вообще избирательных участков по Алматинской области пришлось подготовить? И вот говоря о их дислокации, как выбиралось? По населенности, скажем, по плотности населения? Или может быть, есть не секрет, что у нас есть отдаленные села, отдаленные аулы, где очень мало людей? Вот там тоже открывались участки избирательные? Или им для этого приходилось ехать в более крупный населенный пункт? Антон, избирательные участки, согласно действующему законодательству, создаются с целью максимального удобства для избирателей, для их голосования. У нас избирательные участки по закону могут создаваться не более, чтобы в нем было 3000 избирателей. То есть, и здесь еще градация есть. Если, допустим, избирательный участок до 1000 избирателей, в нем 5 членов. От 1000 до 2000, 7 членов участковых комиссий. От 2000 до 2500, 9. И от 2500 до 3000, 11 членов комиссий. Вот такая у нас примерно. И участки у нас, допустим, по области всего два участка даже есть в отгонных участках. Это отдаленные малодоступные районы. Там немного, там по 50, по 60 всего избирателей. Но в то же время мы создали там участки, чтобы им обеспечить условия. У нас есть еще участки с ограниченным доступом. Что это? 30 из них, получается, 36 созданы в воинских частях, чтобы военнослужащие могли проголосовать. И остальные в лечебно-профилактических учреждениях. То есть, больницы и так далее. Если там, допустим, люди заболел, на стационаре лежит, он в этом закрытом, он не закрытом, а участок называется с ограниченным доступом. Он имеет право там проголосовать. Так же, как и в войсковых частях, они предоставляют списки избирателей в участковой комиссии за 5 дней. То есть, они уже знают, кто у них будет на этот день. Передают их списки, включаются списки избирателей. И в день голосования, соответственно, голосуют. А в целом, сколько у нас было участков по области открытой? 1,053 участка. Что позволило перекрыть 100% нашего Матинской области? Совершенно верно. У нас избирателей только, как вы знаете, 1,4 миллиона, больше 1,4 миллиона. 1,4 миллиона, 0,38 избирателей было включено в день голосования в списки избирателей. Это очень внушительное число. Мы самое большое количество по республике. Вот, естественно, что все регионы делятся на свою политическую активность гражданскую. Правильно, граждане? Вот Алматинская область считается одной из самых активных. А вот в нашей области какие регионы считаются наиболее активными? То есть, там, где граждане, ну, скажем так, чуточку более сознательны остальных жителей? Я вас понял, вопрос хороший, Антон. Как правило, вот сколько мы проводили выборов до этого и на этих выборах, есть правило, что в сельской местности народ гораздо лучше идет на выборы. Если у нас посмотреть, у нас в Алматинской области очень много сельской местности. Поэтому в городах, соответственно, Талдыкурган, Капчегай, Текили, еще явка может быть умеренной. Но в районах, допустим, сельских, взять Балхашский район, Кегенский, Раимбехский, Каратальский. Явка там очень хорошая. Очень хорошая. Люди в сельской местности все-таки очень хорошо идут голосовать. Ну, наверное, что приходится пораньше вставать, заниматься землей, заниматься скотиной, а горожанам можно немножко, наверное, подремать. Это ведь, Антон, это ведь у них общение. Он туда придет, он встретил своего знакомого где-то там, с ним давно не видел, с ним просто поговорит. Вот у нас это тоже очень важный такой момент. Вот не секрет, что все выборы всегда привлекают в себе внимание не только граждан, но и различных политических партий, движений, общественных объединений. Вот какие объединения ввели наблюдение за прошедшими выборами? Антон, в этот раз политические партии, хотелось им воспользоваться случаем, выразить им большую благодарность. Они прям очень активно участвовали на всех этапах, на этапах выдвижения и на наблюдении. У нас только наблюдателей было почти 12 тысяч, почти 12 тысяч. Это по сравнению, допустим, с 2016 годом, это почти в три раза больше. Вот поэтому и политические партии, и общественные объединения очень в этот раз прям ответственно отнеслись, очень хорошо поработали, направивших своих наблюдателей на все почти избирательные участки. Поэтому они к нам приходили неоднократно, спрашивали. Мы всем действующие нормы законодательства обязательно рассказывали. Вы задали вопрос о общественных объединениях, профсоюзы, хорошо. Потом Гражданский альянс Казахстана, хорошо тоже поучаствовали. И Союз ветеранов. Скажите, а вот что в обязанности наблюдателей входит, и могли ли они как-то вмешиваться в выборный процесс? Наблюдатель, прежде всего, он должен сохранять непредвзятость. Он не должен отдавать предпочтение той или иной политической партии или кандидату. Его задача вести наблюдение и давать правильную оценку происходящему на избирательных участках. Это самое главное. Его права и обязанности четко расписаны в законе. Он получается на избирательном... С самого начала открытия избирательного участка его полномочия вступают с момента его регистрации. Тем более у нас в журнал регистрации внесли изменения. На каждом избирательном участке есть правило поведения. Для всех участников избирательного процесса, в том числе и для наблюдателей. Наблюдатели имеют право визуально смотреть, фотографировать, видео снимать, но не выкладывать, прямой эфир не делать. Не выкладывать без согласия лиц, которых они снимают, куда-то в соцсети и так далее. Это все прописано было в правилах. Они когда в журнале регистрации его расписываются, он расписывается о том, что он ознакомлен с правилами поведения. Эти правила поведения утверждались на каждом избирательном участке. Председатель избирательного участкового комиссии, он ответственный и он обязан соблюдать вот эти правила и смотреть, чтобы все эти правила соблюдали. Не только наблюдатели, но в том числе и доверенные лица, и избиратели сами, и члены комиссии. Все должны согласно этим правилам. За нарушение данных правил наверняка предусматривается какая-либо ответственность. За нарушение правил, соответственно, предусмотрена ответственность. Там есть и административная, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому мы, когда проводили обучение, на это сделали очень большой акцент. Постарались. Это беспрецедентное обучение проводили. У нас, получается, даже на базе Академии Государственной службы при президенте в региональном нашем филиале, у нас 244 человека прошли обучение. Помимо вот этих вот, то, что я говорил вам, двух методов. Вы знаете, сейчас в последнее время стало модным пользоваться везде телефоном. Тем более, все они оснащены сейчас практически видеокамерами. И все это буквально снимаем. Снимаем, как мы едем, снимаем, как мы идем, снимаем, как голосуем. И что необходимо было, допустим, мог ли простой гражданин, придя, вот я делаю селфи, я снимаю, я захожу, вот мой избирательный участок, вот я отдаю голос за этого. Или надо было для этого зарегистрироваться как-то. Поскольку некоторые блогеры высказали, скажем так, отрицательно по этому поводу, что им где-то там не дали снимать, не разрешили. Законом, Антон, это такой вопрос, действительно спорный вопрос. Законом не предусмотрено, чтобы избиратель мог на избирательном участке фотографироваться или снимать на камеру, или сотовый телефон, гаджеты. Но в то же время и не запрещено. Не разрешено и не запрещено. Поэтому этот вопрос мы тоже подняли и внесли предложение, что был уже на законодательном уровне урегулирован. Чтобы либо можно, либо нельзя. Либо можно, либо нельзя. Действительно, этот вопрос, он открытый. Скажите, пожалуйста, вот учитывая, что такая большая армия наблюдателей практически в два раза больше членов избирательной комиссии, насколько я понял, возникали ли спорные вопросы во время проведения выборов? Спорные вопросы возникали по поводу того, что некоторые избиратели были даже, они не знают своих прав и обязанностей. То есть, допустим, он прописан в другом регионе Казахстана. У него при себе нет открепительного удостоверения. Он приходит и просит, чтобы здесь даже мог он проголосовать. Мало того, я вам расскажу даже курьезный случай. Мне звонит, говорит, я нахожусь вообще в командировке, но я своему сыну ватсапом сфотографировал, отправил удостоверение личности. А ему, говорит, на избирательном участке не выдают бюллетень. Я потом извинился, сказал, такого не предусмотрено. Это будет нарушением законодательства. То есть, везде необходимо личное присутствие гражданина с удостоверяющим его документами. Совершенно верно. Передоверие, даже по доверенности голосования не может быть. Это запрещено законодательством. Только личное присутствие. Только личное присутствие. Учитывая у вас большой опыт работы в избирательной комиссии, вы работаете уже почти 15 лет, насколько я знаю. Появилось ли что-то новое в процессе выборов? Изменились ли они как-то за тот период, в который вы работаете? Появилось что-то новое? Либо, может быть, наоборот, что-то убрали, что-то добавили? Антон, очень хороший вопрос. По изменениям, изменениям очень много было внесено. Очень много было внесено. Первое изменение, то, что вы сейчас видели на этих выборах, переход от мажоритарной системы к пропорциональной системе, это говорит о том, что раньше депутаты Маслихатов избирались по одномандатным округам, которые в каждом районе города создавались округа. Система округов была. Сейчас по партийным спискам. То только право выдвижения по депутатам Маслихатов принадлежит только исключительно политическим партиям. Это первое, самое главное новшество. Второе, то, что Центроизбирком на своем уровне урегулировали вопрос по наблюдателям. Вот как вы сейчас говорили до этого вопроса. Здесь он в чем заключается? Заключается в том, что они дали рекомендацию, чтобы наблюдения могли ввести и давать оценку выборам именно подготовленные общественные объединения, у которых в уставных целях прописана защита законных прав и интересов граждан, либо ввести наблюдения за политической ситуацией страной и так далее. Мы насчет этого тоже уже были много дискуссий по этому поводу, но мы тоже эту позицию поддерживаем. В каком плане? Здесь, чтобы ввели наблюдения, действительно надо, чтобы были подготовленные люди. Подготовленные люди, чтобы если он не эксперт, если он не открывал даже закон, ну какой он может дать оценку? Вот. И если у него в уставных целях идет, допустим, охрана или защита желтого сома на озере Алаколь, ну вот это общественное объединение, пусть этим и занимается. Вот. Ну логика вот такая. Все ясно. То есть все должно быть на законных основаниях. Вот вопрос еще от такого порядка. Какая возрастная группа наиболее активна? У нас раньше было принято, что в основном люди пожилого возраста проявляли такую четкую вот свою позицию сознательную, что надо идти, надо встать пораньше, надо проголосовать. Очень хороший вопрос, Антон. Здесь у нас получается, в этом году явка у нас составила, мы боялись, мы очень боялись, что в условиях вот этой пандемии многие люди просто не захотят пойти на избирательный участок, боясь того, что там могут заразиться или еще какие-то там моменты. Но в то же время явка у нас 73,5%. Мы даже не ожидали очень хорошего. У нас исторически вот Алматинская область всегда хорошо ходили на выборы, всегда была хорошая явка. И возрастная группа, конечно, наши пожилые, это самый такой контингент, который с удовольствием ходит на выборы. С удовольствием ходит. Но так же это и осталось. Ну, вы знаете, помню свое детство, когда на выборы ходили не просто для того, чтобы свое конституционное право, значит, волеизъявление сделать, но еще приходили за всякими всевозможными вкусностями, там, музыка играла, общение, веселье. Вот сейчас это, как вы думаете, вернется после пандемии? Будет ли продолжаться вот такая вот как бы завлекательная что ли миссия, чтобы людям общались как-то? Мне кажется, Антон, это будет и это правильно. У нас, помимо этого, там где-то распродажи раньше организовывались, потом первые голосующие молодежь, ему там давалась грамота специальная за подписью, он первый раз проголосует, ему дадут, он воодушевленный идет домой и там показывает всем, что вот я проголосовал, а мне, оказывается, вот дали там поощрение старейшего избирателя. Там, когда придет Аксакал или там, ему там кто-то помогает, он придет, проголосует, это прекрасно. То есть после пандемии мы наверняка вернемся к этим традициям? Да, конечно, это традиции, мое мнение, их надо сохранить. Ну и в завершении такой вопрос, проходят выборы, а куда деваются люди избирательной комиссии? Чем вот все, вы вот отработали, провели выборы и все, все ушли заниматься своими какими-то делами? Или как-то продолжаете работать? Я понял вас, понял вопрос. У нас получается в каждом районе города и в том числе и в области по два человека работают на профессиональной основе. То есть получают зарплату, они два профессиональных работника. Участковые комиссии и остальные члены территориальных комиссий, они работают на период выборов. На период выборов, но между, вот межелекторальный период мы пытаемся проводить все равно с ними обучение. И будем проводить с ними обучение. Конечно, они все возвращаются к своей работе, к повседневной жизни. Пока у нас система такая. Ну что ж, спасибо вам большое, Тимур Ермекович, что вы смогли найти время и прийти к нам в студию. Тем более, после таких трудных для вас будней, подсчет голосов, проведения выборов и так далее. Спасибо, что вы пришли к нам на эту встречу. Ну, а нашим телезрителям и вам, в частности, я тоже пожелаю, чтобы выборы всегда у нас проходили без сучка, без задоринки. И чтобы каждый, в конце концов, каждый житель нашей страны проявлял свою гражданскую позицию и был настоящим патриотом своей страны. И чтобы каждый раз в день выборов он буквально вскакивал со своей постели и бежал на избирательный участок. И самое главное, Антон, чтобы выборы были честными, справедливыми, открытыми. Спасибо большое. Помните, сделай свой выбор. Это наше будущее. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин